Эти кадры немецкой кинохроники были сняты в августе 1941 года. Адольф Гитлер пролетает над оккупированным Минском. Из окна своего самолета фюрер с большим вниманием смотрит в сторону Дома правительства и корпусов университетского городка. Пройдет 4 года, и этот же район предстанет перед другим главным действующим лицом Второй мировой, остановившимся в Минске Иосифом Сталином. Глава Советского государства редко покидал пределы страны, но в этот раз случай был особый. Вождь партии народа следовал в побежденную Германию, на Потсдамскую конференцию, где предстояло решать будущее нового мира. Путь лежал через Советскую Белоруссию и Минск. Визит 15 июля 1945 года продлился всего 25 минут, но стал судьбоносным для нашей столицы. Он стал началом жизни нового Минска. О событиях того времени вспоминал тогдашний руководитель республики Пантелеймон Пономаренко. В предвечерье к Минскому вокзалу подошел специальный поезд главнокомандующего и председателя Совета Министров СССР Сталина. Он поприветствовал минчан и сказал, всюду, начиная от Смоленска, всеобщее разрушение. Из поезда уже было видно, что наш город лежал в руинах. Для Сталина Минск был стратегически важным городом. В июле 1919 года он пребывал в Минске 5 дней в качестве особоуполномоченного Совета обороны и руководил вопросами обороны города в условиях надвигающейся польской интервенции. 22 года спустя, в июне 1941 года, Сталин, по воспоминаниям современников, узнав о взятии Минска немецко-фашистскими захватчиками, был настолько сильно взволнован по этому поводу, что несколько дней пребывал в прострации. Надо сказать, что важность, значимость Минска на полях сражений Второй мировой войны в то время понимали и союзники по антигитлеровской коалиции. Сразу после освобождения Минска, которое Сталин воспринял с особым воодушевлением и отпраздновал вместе с военачальниками как знаменательное событие, ВОЖ получил поздравительное послание от премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. «С большой радостью я узнал о вашей славной победе, взятии Минска, и о колоссальном продвижении, осуществленном непобедимыми русскими армиями, на столь широком фронте». Но вернемся к июльскому визиту 1945-го, когда была решена судьба Минска как нового большого города, политического и индустриального центра. Одобрив предложение Пономаренко, Сталин задал точку отсчета послевоенной истории белорусской столицы, в которой будут созданы крупные предприятия всесоюзного значения, тракторные автомобильные заводы с десятками, а впоследствии сотнями тысяч рабочих, что поспособствует быстрому восстановлению и развитию Минска. Город получит новую планировку и уникальную застройку. А вот что, в частности, о Сталине и его роли в создании послевоенного Минска писали авторы одного из англоязычных путеводителей по городу. «При Сталине город был восстановлен с нуля, и по сей день здешняя минская архитектура и атмосфера отражают соответствующую его вкусу величественную эстетику лучше, чем в каком-либо другом месте бывшего СССР». Имя ей «Сталинский ампир» или «Сталинская барокко». В послевоенные годы на месте разрушенных до основания построек возвели радующий глаз архитектурный ансамбль. Так вождь пожелал вознаградить западный форпост своей Советской империи за оказанный отпор Третьему рейху. В 1945 и 1948 годах состоялись два всесоюзных конкурса на создание ансамбля Центральной площади. Из 15 проектов высокая жюрифт так и не смогла выбрать достойный вариант. Проектирование поручили коллективу архитекторов во главе с Михаилом Парусниковым, уже во всю силу работавшим над созданием ансамбля Центральной части Минского проспекта. Это было время преобразований и в общественно-экономической жизни. В 1947 году Сталин инициировал проведение денежной реформы. Была отменена карточная система. Начинается крупномасштабное строительство промышленных электростанций и каналов. Минск также не остался в долгу перед главой Советского государства. Центральная, главная магистраль нового Минска строилась как подарок к 70-летнему юбилею Сталина, который отмечался в 1949 году. В 1952 году она получит название «Проспект имени Сталина», а на Центральной, нынешней Октябрьской площади установят монумент вождю. Формирование Центральной площади велось на месте разрушенных кварталов вдоль прежней Советской улицы. К 1950 году здесь уже были расчищены руины большинства зданий, но еще стояли сооружения бывшего доминиканского монастыря. По планам проектировщиков, в место, где должен был быть воздвигнут памятник Сталину, монастырь совсем не вписывался, поэтому было принято бесцеремонное решение взорвать комплекс в кратчайшие сроки. За ночь монастыря не стало. В настоящее время существует проект воссоздания доминиканского костела на его историческом месте, на углу улиц Энгельса и Интернациональной. Памятник Сталину торжественно открыли примерно за полгода до смерти советского главы. Позже на площади возвели дворец профсоюзов, здание телеграфа и обл. исполкома. Но, к сожалению, создать единый ансамбль в стиле главного проспекта 50-х уже так не получилось. После смерти вождя народов в 1953 году новый руководитель страны Никита Хрущев в докладе осудил размах жестоких репрессий своего предшественника. В СССР началась волна десталинизации. В Минске был демонтирован памятник вождю на Центральной площади. Проспект имени Сталина становится Ленинским, а Сталинский район – Заводским. Исчез и профиль вождя с одного из горельефов монумента Победы. Но всех страниц из истории не вырвешь. В столице и ее окрестностях сохранилось напоминание о сталинской эпохе. Так, монументальные портреты вождя можно увидеть в мемориальном музее белорусского скульптора Заира Асгура – одного из создателей того самого главного памятника Сталину в Минске. Есть, конечно, трагические напоминания, связанные с массовыми репрессиями 30-х годов. Например, Куропаты, урочище, где были захоронены тысячи расстрелянных в те суровые годы. Есть напоминания, связанные с первыми днями Великой Отечественной войны. Например, это известный комплекс «Линия Сталина». Это цепь довоенных сооружений оборонительных. В 2005 году был открыт историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Здесь же установили и бюст вождя. На фасадах Суворовского училища осталась лепнина с именем Сталина, размещенная на страницах барельефа в виде раскрытых книг. Здесь упомянуты имена вождей и классиков марксизма-ленинизма. Кстати, в 60-е и 70-е годы имя Сталина по понятным причинам было затерто, но уже в наше время, в начале 2000-х, его восстановили. Сохранились символичные отметки времени и на домах, окружающих привокзальную площадь. Здесь размещены барельефы в виде поездов, на которых выбито имя вождя, как напоминание о прибывшем сюда в 45-м сталинском поезде и том самом судьбоносном решении.